А получается у тебя как биологические процессы ночью возможно использование этих электрических приборов, а днем, когда солнце, когда световой день, получается не так активно хочется, да, в смысле сложности есть или необходимости? Ну есть ряд переключений. Не совсем, есть ряд переключений, в контексте которых и день, и день, и ночь, и ночь, но это отдельная история. Но все-таки когда световой день, тогда приборы эти маловероятно используешь? Воздержусь от комментариев. Ну ладно. Ну если захочешь, когда-то иглы в мышцы можно будет поставить и ток пустить. Захочется. Я не тушусь, я просто хочу, допустим, если я ночью там... Просто бить себя электрошокером смысла нет. Это нужно в мышцы поставить иглы и соответственно непосредственно адресно пускать ток. Тогда мышцы как бы проснутся вновь. Вновь долго? Ну, пара зарядов... Как вы чувствуете? Если снова будет, то... Я думаю, что... Я думаю, что это просто днем отпускает это вот... Ничего не отпускает. ...желание... Неправда. Когда дневной свет как-то срабатывает. Да нет. Как раз наоборот, кстати. Днем лучше даже, да? Днем наоборот, ночью получается проще. Каким-то образом это получается просто бодрым быть. Я вот думал, может, днем как-то... Как-то лучше. Я воздержусь просто, как бы, я не хочу пугать совсем от себя, своими практиками. Я не пугаюсь, не то что пугаюсь, я не замечал за собой, чтобы я как бы пугался тому. Я бы попробовал понять все эти вещи, и все. И я понимаю, что мне сложно будет даже увидеть цепочку, как ты подошел к этому, вот... Те вот невидимые моменты, которые тобой осмыслялись в этом... Нет, в этом ключе не надо ничего такого придумать. В этом ключе просто. Нужно осуществлять праведные дела. Для осуществления праведных дел нужно время. Времени не хватает. Время нужно сэкономить. Все. Так постепенно пришлось отказаться от сна. Во имя проповеди и распространения праведных материалов. И во имя духовного рождения, возрождения и финального блага человечества. Все-таки наши предки, вот, все-таки палающий, вот, слово «папалия», да, это вот состояние сознания человека. Хоть и Аревичи и наши предки друг от друга отличались, но уровень сознания, как палающий, как осознанность направления ко Всевышнему, было у каждого индивидуально, и одновременно этим термином оно объединяло их. Ну, как бы, да. Палающий, вот это интересно. И вот шли путем прави, получается. Не зла, не добра, а именно вот прави. Ну, мы же уже об этом говорили, что глупо идти путем зла и путем добра, путем добра бессмысленно, путем зла, вообще идиотизм, полно. И вот они, получается, в свое сознание не допускали и тени, и вкрапления какой-то крыльды или неправды. То есть не то, что не допускали, а она не могла там завестись, получается. Крыльда, зла или благо. То есть и того, и того, и того не могло завестись, получается. Именно следствие направленности сознания ко Всевышнему. Ну, да. Все эти вот, какие, допустим, они замечали на своем пути, все эти вещи опалялись ихним огненным направлением ко Всевышнему. И, говорится, были несовместимы с ними, да. Но в то же время параллельно существовали какие-то там деградировавшие народности или другие неконечистые силы, которые, которые... Не-не-не-не, смотри, я прошу не путать деградировавшие народности и нечистых сил. Ну, я имею в виду, что в свою бытность в те времена все равно на Земле были какие-то элементы, которые не были на таком уровне духовности, да? Нечистых сил всегда было много и будет много, и, как бы, совсем все плохо, хорошо. Но, как бы, наши предки старались. Просто я вот сейчас к чему хочу это все подвести и сказать, что вот в наше время людей с таким вот палающим уровнем сознания, в белгусе, как у тебя, там, или... Ну, единицы, или практически нет. Но в то же самое время люди потихоньку деградируют, опускаются ниже, ниже там, но они как-то приспосабливаются. Существуют тонкие планы, где все эти зверюшки питаются людской энергией, ихней неосознанностью, ихним неправильным подходом к распорядку дня, вот как раньше наши предки жили, да? Вот поэтому воюем, воюем. Да, поэтому, вот, ну, нет таких людей, или есть, но очень мало, которые держат в себе уровень сознания, где крыльно не может завестись. Есть единицы, которые, наверное, стремятся к такому уровню и практикуют, практику, там, очищение своего сознания, направленности ко Всевышнему. Ну, тоже их, наверное, немножко побольше, которые понимают эти вещи. Ну, каждый еще по-своему пытается понять. Да, еще каждый по-своему. И задача в том, чтобы в это понимание по-своему, с одной стороны, привносить свое именно осознание, а с другой стороны, чтобы еще не привносить крыльту. Чтобы не привносить крыльту, конечно. Потому что может показаться, что человек привносит свою идею, а человек привносит туда, к рыбу. И как тогда с этим быть? Да. И? Ну, мне просто вот интересует, интересно вот это вот состояние сознания, чтобы вот в тебе, во-первых, ну, я так понимаю, что все мы черпаем энергию, силы из самого себя. По тому, как мы способны открыть это в самом себе, очиститься от крыльты. Некоторые в себе могут черпать, некоторые могут из других черпать. Все по-разному есть. Ну, так это зависит от того, какой люди на направленности. Ну, да. Если она хочет... Ну, а из других для Ревича допустимо черпать энергию? Ну, как бы нет. Ну, так я все еще могу говорить. Я понимаю, что есть еще и из других, которые вот как на тонкоматериальном плане вся эта живность развивалась, расплодилась, они исчерпают из других. Ну, или даже Чапогабра, допустим. А для человека, которого интересует духовное развитие, ему нужно научиться искать энергию в самом себе. Воистину. Раскрывать все лучи, их потужность этих лучей в самом себе получается. Воистину. И этому способствует, если Ревич придерживается этого распорядка, который мы тоже что-то читали. Получается... Воистину. Да. Ведок, как и написано, что такими и должны быть Оревичи. Такими и были же Оревичи. И должны быть. И как... Были и должны быть. Получается, все эти знания были у священнослужителей. То есть была каста, или как это называется правильно? Каста. То есть люди, которые эти знания изучали, и к ним можно было обратиться за непонятным каким-то смыслом, который непонятен, да? Они эти вещи объясняли. Были и князья, были и воины, были... Вот тогда, да, 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 да. Есть этот механизм социума того прежнего, он существовал. Вот тогда, да, 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 да. А сейчас у нас разбрут и шатание вследствие того, что кривда, получается, люди допустили в свое сознание кривду, она расплодилась, расплодилась вся эта живость, которая питается вследствие неосознанности большинства или подавляющего большинства населения. И так вот этот социум с элементами кривды, которому помог быть таким Его, существует ныне, получается. И люди не знают этой правды, что наши предки имеют друг друга социума. Люди не хотят знать этой правды. Но Его, он же створит цукры. И Его, и Его, и Его. Однако Его можно было бы выкинуть и послать к Чапакабре куда-нибудь под мышку. Ну а как же тогда вот на той же изображении, вот Левоглав, где разбивает паука копьем, да, получается? Воистину. То есть это получается как образ того, что кривда или Его будет побежден. Нет, не кривда или Его, а кривда и Его. Кривда и Его. Ну да. Ну я имею в виду кривда как оружие Его или как... Не совсем. Кривда это стихия Его. Стихия Его. Это своеобразное проявление Его. И как же он будет побежден? Это же надо получается изменить сознание большинства населения. Это мы его должны победить. Ну мы как в себе. Ну почему червы в себе? Ну как бы не допускать, чтобы он был в себе. Да, чтобы никаких проявлений кривды в себе не было. А в себе это именно вот те искры, которые в нашем теле могут какие-то свои наклонности нам давать, а мы будем с ними отождествляться, получается? Нельзя отождествляться с ними. Ну да, то есть отслеживать эти наклонности и понимать их как проявления кривды, да, получается? И изгонять кривду. И исследовать предписания, получается. Ну да. То есть это уже осознанно знать, изучать и знать предписания, которые предписаны Аревичем для духовного развития, для направленности ко Всевышнему. И сознательно идти этим предписанием. А все наклонности или склонности, или неосознанности своего подсознания мы должны искоренять или отслеживать и отсеивать, как зерна от плевел, как плевел от зерна. Да, именно так. Ну это в себе получается, а еще нужно... Ну и в себе, и вокруг. И вокруг, да. И причем, как я заметил, у некоторых духовно чистых людей прямо подсознательно возникает склонность как раз бороться с кривдой. Правда, не все ее рационально могут использовать, но возникает. И тексты предписывают это делать. Ну что ж, из того, что было, кое-что я сделал. Но очень много чего нет. Поэтому сейчас, наверное, придется почитать Манкаралю один круг. Ну и оставить пока на доработку, поскольку еще нужны будут и замки, но на чего другого. И другие тексты. Тут по чакрам можно вот здесь пройтись так. Вот в Коране чакра, да, идет? Ну, в этой брошюре описаны все, в принципе, основные чакры. Описаны некоторые энергетические процессы, некоторые каналы и взаимосвязи всего этого в контексте. Именно в контексте духовного развития. Не просто, как это в многих книгах делается, что... А тут у вас такая чакра называется так, а тут такая называется так. А вот это отвечает за тот орган, а вот это за тот и так дальше. А вот эти вот рунницы, это относится к ней, получается, да? Ну да, я же говорил, что это рунность праведруницы. Вот находится на нищей кинсиних. Раджаи Бажани, любовь до Украины, любовь до Батьевщины. Это с ней связано. Ну, по сути дела, это священный патрицизм. Ага. Интересно. Это самое нижнее, да? А первое... Первое, потом... А тут уже Ост описывается. Ну, правильно, и первое... Первое, будет чакра. Да. Может, так пройтись по чакрам? Есть же у нас время, да? Почитать и обсудить так же, да? Ну, давай кратко пробьемся. Да, кратко. Я не знаю, кратко. Кратко причем. Значит, находится кинец хребта, Копцевое сплетение, Раджаи Бажания, Безпеки, Ритуалу, Телесние потреби, Телесние зручности, Переконания... Не телесние, а телесние. Телесние зручности, да. То есть, это... Вот те энергии, которые в ней... Ну, короче говоря, это материализм. Материалистическое восприятие себя и окружающих. Материалистическое восприятие искры, да? Угу. Сейчас следующее видео. От сил чакра. Это... Половая чакра. Находится вверх статевой системы, Хрестцевое сплетение, Ныжие трех пальцев, Вид пупка, Петчеревное сплетение. Это половая чакра, да? Угу. Раджа и божане. Сим... Симя, Ильи дво, Ильи тваранья, Статевый потяг, Статю... Статю на... Виянии, Уявлення. А, сексуальная фантазия. Понятно. То есть, это... За... За... Размножение. Размножение. А спив прочую еще, Сбуд чарай. А как это там, Спив прочую? То есть... Или более тесное Переплетение, Да? С этими чакрами? Ну вот, указательный палец И большой палец, Они связаны. Потому что рядом, да? Потому что рядом, Потому что именно Вместе, Ими действуя, Можно, Как бы, Что-то делать И так дальше. А в пункт управления В этой чакре Великий палец пишется. Это как понять? Это для акупунктуры. А, для акупунктуры. Ну и так совсем по чуть-чуть. Тут много написано все. Верий чакра. Третья чакра. Находится Нижняя частина живота, Солнечное сплетение. Это вот здесь получается. Солнечное сплетение здесь, да? А чуть-чуть сейчас составляет. Ну, солнечное тут, А нижняя часть живота здесь. Ну, как бы, Здесь сложная ситуация. И солнечное сплетение, Некоторые эзотерики называют, Но так, Так. Здесь приводятся разные термины, Которые так или иначе Отображают, Хоть относительно, О чем идет речь. Тут туда она находится, Конкретно. Ну, снова. Зависит от того, Как она, У кого работает? Не, так как повинна у нас будет. Ну, в среднем, где-то... Вещепупа. Ну, что же такое? Вещепупа, И так, Между ним и солнечным сплетением, Человекусь так, Человекусь так, Ну, как это так, Сверяется. Ну, даже сокращенным. Так, Великарк, Отображание, Влады, Средний палец, Да, Получается, Пульт управления. Средний палец. Средний, Это этот палец, Да? Угу. Ветовида, Из-за надоня, Виты. Не знаю, Человекусь. Причина закрытия, Взурпаторы Влады. А что, У них, Разве закрывается она? Ну, Да. Как-то, А что, Это же их, Как бы, Велика, Она должна работать, Наоборот, Полноценно и интенсивно. Как бы, Нет, Как бы, Нет, Это как и с вопросом о зуме, Это как и с вопросом о экзальтации, Когда какие-то энергии у человека экзальтируются, И энергия для того, Чтобы они так существовали, Откуда это берется, То есть, Что-то страдает. Подожди, Экзальтируется, Это что, Типа, Атрофируется? Нет, То редуцируется. А экзальтируется, Это доводится до предела, И даже выводится за предел, Неких естественных возможностей. Значит, Причина закрытия, То есть, Узурпатра, Она в процессе, Скажем так, Злоупотребление, Данными им энергиями, По управлению обществом. А, То есть, Он может быть, Вполне действующий, Этой развитой чакрой, Но, Вследствие, Там, Этой деятельности, Может, Его привести к тому, Что она может закрыться. Воистину. То есть, У них вполне, Все функционирует, Раз они, Как бы, Находятся на таких, Может, Функционировать. Как все повязано. Ну, Все во все время. Все есть причина, Причем, Как интересно эти причины отслеживать. Сераса чара, Сераса, Это сердечная чакра, Находится помежь, Ну, грубо, Помежь двух сосков, Вида сердца, Сераса сплетиня, Повязана, Вайю, Вия, Повитра, Раджа и божане, Видвертости. Это как, Видвертости? Откровенности. И это? Откровенности? Видвертости, Откровенности. Любови, Вероности, Служения, Безбожания, Виногороды, Спив, Чутя. По сути дела, Некоторая игра неправильности. Ну, да, Это такие хорошие аспекты Человеческого сознания. Воистину. Видвертости. Встанье, Пиднятя, Над Белобогом И Чернобогом, Завидчуття того, Щоб правильно діяти. Встанье взаимодії З чарами Белобога И Чернобога З почуття Низиниц Это управление. Ну, так, Коли взаимодія З белобогом А указательный палец Какой чар? Чар вверх? Там разбираются. А, так, дальше, да? Угу. Встанье, Разбитку, Они поселимся, И оставляют Постейно діючую. А за неправильным... Ну, то есть там уточняется, Что получается в детстве Как бы с одной стороны Все чакры рабочие, С другой стороны В детстве И в принципе В период До полового созревания Или до того, Как сознательно Чакры будут активированы, Многие чакры Как бы и не совсем. То есть Ну, как бы иногда И включит, Ну, базовый Такой некий уровень, Когда они как бы работают, Ну, не глубоко, Не на полную силу Своих возможностей И, соответственно, Не стабильно, Не постоянно Они могут иногда включаться, Иногда выключаться В зависимости от Эгрегориальных влияний, От высших существ, От низших и так далее. Ну, а активность И включаться-выключаться Обуславливаются Какими факторами? Я же только что говорил, Эгрегориальные влияния, Астрология, Взаимосвязь с родственниками, И еще куча-куча всего. Значит, за правильного Развитого Они поселиваются И стоят по стилю Диэчу, А за неправильного Закрываются И подчинают Рук Узворотного Натумба. Это что, Энергия берется Тоже Только в обратном Направлении Получается Да, То есть Как бы Это как Есть в буквице Когда, Допустим, Какое-то слово Пишется Прямо Но оно И означает То, Что означает Есть случаи, Когда слово Пишется В зачеркнутом Состоянии Это как бы Смысл его Потери И есть случаи, Когда слово Пишется Или с Косым штрихом Перед словом Или даже С приставкой Буквицы Ант Что означает Как бы Полная Противоположность Этого Смысла Но Тогда Получается Если Развитие Чакр И энергии Которые Они Создают Ну Пропускают Получается Дают И развитие Человека В обратном Направлении Человек Может Деградировать Получается Именно 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 Деградируют Его Тонкие Тела Деградируют Сознания Деградируют Тонкие Тела Деградируют Даже Биологическое Тело То Что Мы Сейчас Можем Видеть На многих Окружающих Нас Пример Ага То Здесь Получается Эти Энергии То Если Ну Хорошо А что Тогда У Евреев Если У них Не Развитые Чакры Вследствие Ихнего Обрезания Бой Причиняется И Они Не Деградируют Тогда Не Не Превращаются В этих Австралопитеков На Не Надо Так Примитивно Считать Не Надо Считать Что Деградация Сразу Австралопитек Между Человеком Австралопитеком Очень Много Разных Тонких Таких Градаций Которые Могут Сразу Быть Незаметны И Тут Не Только Евреи Не Столько Евреи Тут Много Народов Которые Так Или Иначе Деградируют И Допустим Возьмем Допустим Каких Нибудь Островитян Возьмем Каких Нибудь Пигмеев Возьмем Некоторые Африканские Народы Это Люди Которые Жили Какой-то Отдельным Небольшой Группировкой Небольшим Сообществом И Вследствие Тех Или Иных Причин Они Там Отказывались От пути Духовного Развития И Постепенно Деградировали Они Не становились Сразу Обезьянами Они Деградировали Постепенно Любой Народ Который Деградировал И Деградирует Там Деградирует Ряд Параметров Сразу Обезьянами Нельзя Постепенно Обезьяной Можно Стать Например Чтобы Просмотреть Некоторые Материалы Мне Пришлось Прослушивать Рекламу Реклама Это Реклама Такого Сайта Как Розетка Ну Как бы Вы Знаете И Вот Там Значит Изображение Ну Показывается Как бы Женщина И Она Постоянно Говорит Корм 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 Я Смотрю На это Что С ней Что Такое Оказывается Как бы Такой Смысл Что Она Как бы И на работе Думает О корме И вместо Чтобы С потенциальным Любовником Общаться Думает О корме Но Когда Уже Возвращается Домой Ее Кот Голодный И Она Такая Ков Типа Не успела Купить Корм И Как бы Посыл Это реклама Такой Что Вот Есть Сайт И Сразу Как Вы Вспомнили Что Вам Нужно Купить Корм Пишите Что Как Нужно Купить Или Там Как Обозначайте То есть Покупайте Через Сайт И Вот Смотри Как Здесь Интересно С одной Стороны Да Это Облегчение Жизни Людей А С другой Стороны Зависимость Даже Не столько Зависимость Но Вот Такие Зомбаки Которые Может Быть Из этих Всех Сайтов Издохли И Для Эволюции Это Было Бы Только Хорошо Но Они С помощью Сайтов С помощью Других Средств Будут Помнить Как Бы Помнить То Сайт За Них Будет Помнить Что Им Нужен Корм И Они Соответственно Выживут Они Еще Больше Дадут Потомства Они Как Установят Такую Норму Быть Такими Существами Как Они Постепенно Не Сразу Но Постепенно Деградация Идет Да Именно Из-за Отсутствия Способности Мыслить От Навязывания Этим Зомбакам Людям Которые Привыкают К такому Типу Взаимодействия С Реальностью Они Плохо Мыслят Плохо Ориентируются На Практике Вместо Чтобы Развивать Память Им Дается Сайт И Таким Образом Идет Направленность Мышления В области Деградационного Упорядочивания Деградационного Нынешние 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 Люди О Всевышнем Не Думают О себе Не Думают Мыслят Вообще Примитивно Верхностно И Всегда Не О том О чем Нужно То Как Мне Идет Духовная Деградация То есть Тоже У них Нарушена Целостность Ну Так Да 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 У них Нарушена Ясность Восприятия Целостность Восприятия Мироздания У них Нарушено Стремление Даже К тому Чтобы Понять Как Это Мироздание Устроено И Им Подходит Что Им Новости Дают Одно Вот Вообще В Какой То Степени В Каком То Среди Можно Констатировать Нынешнюю Картину Жизни Христиан Как Некий Ужас Ну Допустим Если Они Христиане Они Должны Верить В Царствие Небесное Они Должны Верить Что На Небесах Находится Трон На нем Сидит Ивова И так Далее И тому Подобное Но Большинство Этих Христиан Получило Образование Где Они Должны Были Изучать Теорию Эволюции Дарвина Где Изучать Теорию О Устройстве И Взаимосвязок Элементов Вселенной Происхождения Вселенной Они Должны Были Изучать Официальный Взгляд На Геохронологию И Палеонтологию Которая Доказывает Что жизни На земле Миллиарды Лет А не Семь Дней Как Написано В Библии И Вот Как Их Сознание Это Все Должно Уложиться И Просто Получается Что Поскольку Они Не вникают Ни в официальную Науку Ни в Библию То Они Могут Как Быть Такими Когда Их Христиане Призовут К ответу И скажут Соблюдайте Заповедь Они Скажут А вот Мы За официальную Науку Мы Против Ортодоксии Мы Как Их Официальные Ученые Там Или Сторонники Официальных Ученых Прикрут К стенке И скажут Да Вы Лжецы У вас Все Не Так Они Скажут Ну А Мы Христиане Как Мы В это Верим И Все То Получается Раздвоенность Некое Сознание Так Ж Так И Не Только Так Еще Ну Не Только Так Но И Это И Получается Они Вот Не Изучают Ни Как Бы Находятся И В Небежестве И Даже Сами Не Знают Что Они Находятся В Этом Небежестве И Даже Сами Не Хотят Узнать Что Они Находятся В Этом Небежестве Это Еще Небольшой Процент Населения Которое Действительно Хочет Изучать Науку О Всевышнем И То Что Им Предлагают Это Небольшой Процент Населения Которое Вообще Хочешь Что Изучать Какой То Процент Населения Которое Допустим Еще 20 Лет Назад Был Союз Там И Все Остальное Но Они Допустим Не Хотели Изучать Науку Огонь Они Хотели Изучать Науку Вообще Сейчас Жи В Нашем Современном Социуме Я Просто Уже Постарше Замечаю Что Человек Оставят У него Вообще Все Эти Выборы Забрали Забрали Как бы Неофициально Но Они Предлагают Только Вопрос Выживаемости Современной Мири Настолько Закрученные Все Эти Гайки Что Человек Только Ставят Загоняют В рабскую Систему То Есть Работ И Работ И Работ И Работ Но Не Совсем То Ну Жизнь Стала Дорожать Ну Это Да В Разрабатывают Поэтому Надо Больше Работать Чтобы Обеспечить Себя Тем Чем Он Допустим Ещё Какие-то Там Какое-то Время Назад Я Вот Об Этому Я Понимаю Я Согласен С Этим Это Ужасно Но Как бы Так Устроена Нынешняя Цивилизация Что Она Стремится Забрать У Человека Свободное Время И Плюс Ещё Я Просто Смотри Ещё Что Получается Искусно И Всеобъемно Получается Что Навязываются В гораздо Больше Более Активной Мере Деградационные Стереотипы Мышления Проведения Через СМИ Через Всё Что Это Стало Доступно И Эти Вот Технологии Развиваются Причем Ну Я Считаю Что Те Люди Которые Можно Это Все Навязать Они Это Все Заслуживают Ну Их Большинство Подавляющее Сейчас Ну Они Как бы Это Заслужили Единственное Что Наша Задача Это Все Таки Создать Альтернативную Какую-то Цивилизационную Модель И Соответственно Им Предложить А Некоторых Может И Заставить Ну В каком-то Смысле Для Каноничном В Духовном Смысле Для Того Чтобы Они Как раз Развивались В правильном Ключе Вот Эту Модель Конечно Хорошо Создать Интересно Было Конечно На Дней А Для Этого Нужно Изучать Итого Для Тебя И Явиться Только Главное Чтобы Ты Чего-нибудь Такого У меня Энергия У Метрод Выправлен Все Почищено Да Я не против А может быть Он всех По очереди Чистит Может он и меня Чистит И ее И тебя Будет чистить Все Может быть Даже то Что не может Быть Но Это уже Моя Цитата Ну Чего В ней Это я так Соб Подытожить Это уже Моя Цитата И Это уже Вообще Как бы Ведическая Цитата И Сау Ра Сау Ра 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 Сау Сау Вишни Сау Вишни Вишни Всевишни Сау Сау О праве О Истану Стоп 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 Давай Как бы Идти Пославление Так Чтобы Не Вперед Чупакабра В пекло Потому Что ее Вперед Нужно В пекло А она Нужна В духовном Развитии Однако Ты помнишь Что В начале Славления Часто Упоминался Шукру Рахман Как тот Который Многих Чупакабра Впекло И благословил Многих Праведных Как образец Праведности Истов Праведности Всевышнего И в ряде Канонов Текст Славления Начинается Так А во Многих Местах Указывается Что Перед Любым Славлением Упоминается Шукра Рахман Таким Путем Начало Славления Начинается Как С Взгляд На Шукра Рахмана Да То есть А по-перше Слава Воспеваем Великому Шукру Рахману Другу Та Шукателю Всевышнего Рам Или Прежде Слава Воспеваем Великому Шукру Рахману Другу Искателю Всевышнего Рам Эта фраза Как Свернение Шукра Рахмана Так И Все Ну Или Можно Длинный Текст Или Можно Твою Или Иную Мантру Шукра Рахмана Есть Разные Варианты Можно Это Прочесть Просто Я По Тексту Начал Чуть Раньше Да Почему Стоп Ты говоришь Потому Что В тексте Это Возвращение Ну Да Просто Перед Тем Как Читать Надо Нет Я Просто Уточняю Что Этот Аспект Канона Есть И Когда Мы Этот Текст Читаем И Разбираем Мы Кусочек Прочитали Разбираем Ну Да Идем Разбираем Продолжаем Ну Да О Праве О Истон Боже Будь Ты Знамы О Истоне И Тоте Придеть И Научить Нас И Как Ты Понимаешь Эти Фразы Ну Это Боги Основатели Сварга Четвертей Управители Столбового Латтара Прави Истонболь Только Не Столбового Сварга Четвертей Сварга Четвертей Да Будьте Знаны Чтобы Они Присутствовали С нами На Славлении О Истоне И Тоте Ну Не Совсем Так Там Нужно Сначала Начать Того Что Мы Обращаемся К Правию Истонбогу Нужно Понимать Кто Такой Правий И Кто Такой Столбог Кто Это Правий Это Управитель Сварга Четверти Правий И Кто Это Всевышний Правий В Проявлении Правия Именно Так Кто Такой Столбог Это Бог Истинный Арий Прародителя Ариевича Именно Так Кто Такой Числовог Тот Тот Это Управитель Сварга Четверти Мудрости Проявление Бога Мудрости Это Бога Истины Получается Нет Он И Есть Бог Мудрости Бог Мудрости Да Бог Отдельно От Бога Истины Еще Вопрос Почему Истанбог Упоминается В славлении Два Раза В этой Части Славления Два Раза А Какие Есть Идеи Это Видимо В сочетании Истины Мудрости Эти Сварга Четверти Дополняют Друг Друг Ну Да А Еще Есть Ряд Граней Которые Советую Осмысливаться Потому Что Пока Нет Понимания К ним Подхода И Поэтому Я Не Подхожу Идем Поддие О Велесе Твоя Бо Мені Тут Все Йсе Благослови Нас На Славління Хай Множаться Плоды И Квараб Священных Поболівня И Слава Тобі Раде Всевишній Великий Боже наш Стоп Стоп Не стоп Жеш Нужно Не читать Это Все Подряд А Брать Кусоки Разбираться А Я думал И Продолжать Дальше Значит Обращение К Перуну Перуну Ясную Именно Так Чтобы Тоже Он С нами Присутствовал И охранял Нас Именно Так Обращение К Стрибогу Чтоб Он К нам Пришел Ветрами Благонесущими Ты делал Акцент Какой-то Записи По-моему По поводу Вия Потому Что Он Был Смещен Дием От Своих Обязанностей Хотя Они У него И остались За Ветра За Молнии И все Но Чтобы Он Именно Ну И он Пошел На Стал Судьей В мире Загробном Чтобы Он Как раз Именно Вернулся Ветрами Благонесущими Когда он Был во Власти В силе Своей Ну И Помогал Управлял Помогал Олеговичем Вот Этими Ветрами Чтобы Вернулся Да Ну Не за Упокойными Это Точно Да Вот Теми Ветра Не Ну Хотя К Чупакабре Можно Чтобы За Упокойными Ветер Подолк И Ко всем Остальным Врагам Отчизны Обращение К Дию Это Управителю Нынешним Миром Вересу Ну Да Нынешний Управитель Всего Сущего И Обращение Чтобы Он Благословил Нас На Славление И Чтобы Умножались Плоды И Коров Священных Поголовья Имеется Ввиду Необходимые Для жизни Аспекты Жизни Олеговичей Ну Или Нас То есть Ну Материальные Аспекты Жизни Достаток Да Ну Да Продолжаем Дальше Ольга Не забуду Ари А Вы Инколи Говорили Про Вславление Ну Да Можно Так Говорить Ну Как У нас Существует Про Вславление Посему И Православление И Славление Это В общем Смысле Славление Ра Богуславление И Так Дальше А Православление Ну В этом Славлении Есть Православление Там Отдельный Пусок Славление Прав И Правиль В самом Начале И В конце И Правиль И Стан Богу Поэтому Православление Здесь Сто Процент Слава Где Нашем Сердце Все Часы Любовь Рад Любовь А не Любовь Любовь И Радость Огняны Огни Какая форма Имени Рад По Отношениям К Ра И Рад И Рад Рад И Рад Рад И Рад 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 И он еще, еще, еще посылает подсказки, что мы это осознали и познали эту радость. А я раньше спрашивал, тоже задавался вопросом, а вот радостное ли служение или жизнь славян была? В чем они искали для себя источники радости, в чем они захопливались? Правь захопливалась. То есть нужно понимать, что такое правь, находить, обитать мудрость. То есть ему же и правь славления, в конце концов. Слава Безопреча, Ты всесвитстворив, дедив прекрасным життям наделив. То есть тут понимание того, что жизнь была прекрасна у наших пращуров. Когда они славили праве и когда были верны праве. Когда они славили праве. Слава, дяка и хвала Тоби, о Вишний Божий, Ра. И будет в нашем сердце все часы любовь и радость огняны. 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 Огняны появлением к Вишнему, Ра. Сау-Ра, Сау-Ра, Ра-Ра, Сау-Сау, Сау-Вишний, Сау-Вишний, Вишний Всевишний, Сау-Сау. Слава Тоби, Раде Всевишний, Великий Божий наш. Дякуймо Тобі, що Ти Всесвіт явив. Слава Тобі, О Всевишний, Ра, Той, хто явив Алатар Ра. Слава Тобі, О Всевишний, Ра, Твоя Бослава є свята. И хай очистить нас вона. Слава Тобі, О Всевишний, Ра, Той, хто Всесвіту є князем. Слава Тобі, О Всевишній, Ра, Той, хто сходив к нам на землю. Слава Тобі, бо правь, мудрость і славь Ти радив. З них постали Нуан, Геп, Перу, Вій і Дій. Істан Бог на землю всю з'їшов і поращурив от смерти до слави вив. Каково разуміння Слава Тобі? Значит, слава Ра Тобі, О Всевишній, це як проявлення Ра Всевишній, Ра Тобі, Ра Родитіля, проявлення Всевишнього. І дякуємо Тобі, що Ти Всесвіту є. Тобі Всесвіту є вселенню, мирову яйцьо, в якому знаходимо всі ми, Собственні. Ну і вообще, Собственній матеріальний мир і дамо. Можливо євись дамо. Да. Слава Всевишній Ра. Той, хто євів, це Собственній, євів, проявив Аллатара. Тобі, це центральна ось Вселенні, де проявляються разні уровни проявлений матеріальних миров і духовних миров. Тобі, це, де ми живем, це сварга четверти, да? Средінний мир, є Нижній мир, є висші, як це правильно сказати, висші мири? Мири Богів. Мири Богів, да. І все це заключено... Мири прави, мири слави. Да, і все це заключено в центральній осі Валлатара. Слава Тобі, Всевышній Ра, Твоя Бу слава є свята. Слава Всевышнього свята. Как понимать свята? Митридата. А? Митридата. Что скажете? Свята. Слава Всевышнього є свята. Ага. Свята – це... Можна понимати, що це... Кабуфица Весть, імеє трансцендентне значення, Которе знаходиться не в матеріальному мірі, а в духовному мірі. І пронизує весь матеріальний мир своєм присутствие священним. Але не зовсім так. Здесь уточняється це, що слава Всевышнього є святом Всевышнього, А свят Всевышнього є святостю Всевышнього, Слава Всевышнього є святом Всевышнього є святом Всевышнього. Той, хай очистить нас воно, Тае свят Всевышнього є святом, Той, хай нас воно, і освятить. Той, хто святий, той, хто святий, тій князі. Той, хто святий, тій князь. И изначальным замыслителем любого элемента этого мироздания. Замыслителем и осознанным управителем. Ну да. Слава Тебе Всевышний Рад той, кто сходил к нам на землю. Нам известно, что Всевышний много раз воплощался под разными именами в разные периоды развития жизни на земле. И последнее воплощение Всевышнего, это было воплощение на Полесье, под князем Саогас. Там Всевышний был проявлен. Всевышний всегда использует свое имя и так далее. Все вот эти дополнительные имена, они только проявляют его грану. Да. Слава Тоби Бог прави мудрости славь, ты родив. Получается, Всевышний родил правь мудрости славь. Как это происходило? Ну, из Всевышнего изошли правь и мудрость, и стан Бог, и числа Бог. А славь это то, что всегда находится вокруг Всевышнего. Славик тоже от слова СВЕР получается? Ну да. От слова САО? Да. От слова СВЕР. Зных Посталы Нуан ГЭП. Нуан это Бог космического пространства? Да. А ГЭП? Бог Земли. Ага, то есть это уже материальное утворение. Перу. Бог атмосферы. Это первый Бог атмосферы, да? Да. Изначально. Ну, они идут самые первые Земли. Ну да, да, да. ВИ и Ди. Всевышнего. То есть это, ну вот ВИ воплощался, Ди воплощался. А до этого какие вот, где, как они, за что, чем они заведовали в Мирзаде? Ну, во-первых, они были правителями Арийской империи, во-вторых, у них много других дел. И они до этого еще воплощались? Ну, все всегда воплощались и до этого, как бы, как ты хотел. Нет, просто знали воплощение, ну, проявление, вернее, воплощение ВИ и Ди во времена Князя Саргаста. А до этого они тоже воплощались? Ну, не они, а имеется в виду АС. Да, ВИ и Ди. Ведь во времена Саргаста ВИ и Стребох Ди и Велес. Ну, да, 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 да. Это их земные вина при воплощении. А до этого ВИ и Ди и воплощались же. Ну, да, 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 да. Можешь сказать какие-то примеры? Ну, что примеры? Ну, всегда Стребох был императором, всегда Велес ему помогал. А они как братья шли? Ну, да. Или как братья, или как отец и сын, или около того. Там нет особого смысла в каждую эту ситуацию вдаваться, так или иначе это прошло. Хорошо. Но этого было всегда много и Стребох был императором земли, так или иначе. Истанбог назем всю зишов. То есть это Арий Истанбог, прародитель Ареви. Немногократно сходил, да, в Ведах это все описано. Прощали от смерти и до славы вив. Слова дяка и хвала Тубива, Высне Божий Ра. И будет в нашем сердце все часы любовь и радость огняны. Сау Ра, Сау Ра, 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 Сау Сау, Сау Вишний, Сау Вишний, Вишний Всевышний, Сау Сау. Ну да, то есть вот мы раз говорим о любви ко Всевышнему и вот устремляемся к нему посредством мантра-медитации. Славься, славься, Вишний Ра, вся Бослава е твоя. Славься и жива, Матисва. Гайсва Сау, Сау Ра. Сиева, Сиева, Истанра, живя. Гайсва Сау, Гайсва Ра. Славься, жива, Матисва. Очисты наши души и тела. Сау Ра, Сау Ра, 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 Сау Сау. Сау Вишний, Сау Вишний, Вишний Всевышний, Сау Сау. Разбираем? Теперь. Ну да. Славься, славься, Вишний Ра, вся Бослава е твоя. То есть это... Но мы уточняем, что вся-вся слава, все вообще энергии Вселенной принадлежат Всевышнему. Славься и жива, Матисва. По сути дела это также энергия Всевышнего и она в каком-то смысле там уже указана. Жива и Матисва это Дашь Бог и Богиня жива, да? Воистину. Они вместе воплощаются. Но нужно понимать, нужно понимать, что Дашь Бог, Жива и все такое это не отдельные Боги и не отдельные какие-то отделенные проявления Всевышнего и Рада. Это просто, да, одни из проявлений Ра и Рады. Да. Гай сват сау. Гай это приветствие Священного Света, Света Всевышнего. Воистину. Сиева, сиева истинра живя. Сиева это свет? Это свет, святость, сияние, могущество. Истины, а речи нет, истины. Почему истины? Ты опять по буквице решил пройтись? Да. Выкинь ее. Еще не изучил, уже выбрал все. Да, потому что ее нужно изучать и использовать в других случаях. А при попытке переводить имена Всевышнего, выкинь ее и забудь. Ну ты же читал сам, там ясно написано, что Саагаст создавал Аум Арасию с помощью коллегии священнослужителей. То есть Аум Арасия как письменность на основе многобуквенной и до Аума Российской буквенной письменности была сформирована. То есть до этого люди обходились без Аум Арасии, а когда-то и при каких-то обстоятельствах люди могли обходиться и без письма вообще. Но люди так или иначе передавали смысл. И имена Всевышнего, они существовали до как таковых их искажений в письменной форме. И они существовали именно в несколько архаичных формах. Независимо от этого, в них не может быть образов того, что создано после них. Но так же само, как никакой фильм не может быть сделан с помощью компьютерной графики, если он, соответственно, был сделан в конце 19-го, начале 20-го столетия. Так же ж? Или как? Ну так, дословно переводится как Всевышний. Всевышний и только Всевышний, единственная истина мироздания. А мироздание это в смысле живя, да? Угу. Но здесь мироздание, образ, рождается от буквенного уже сочетания этого слова. Ну не надо даже буквенное сочетание, здесь просто некая философская концепция. Эта мантра намного древнее буквенных сочетаний. И она есть и в руническом варианте, и в других. Значит, просто самый лучший смысл этой мантры, это тот, который был сказан. Ну как-то так. Но у этой мантры есть и ряд других граней, и ряд других смыслов. И все их нужно изучать в общем контексте. Най Сва Савва. Приветствия Света Всевышнего. Славься Жива Мати Сва. Приветствия Матери Живы. Ее Света. Очисти наши души и тела. То есть этим светом мы, светом исходящим от Всевышнего, от Матери Живы. Очищаются наши тонкие тела. Очищается наше биологическое тело. Если мы направлены к этому свету. Истинно так. Медитация. Мы виды еще и вечными духами. Самостоятельными, частыми. Ну не совсем так. Смотри, медитация это отдельно. Мы медитацию выкидываем и идем дальше. А это уже не медитация, это философские утверждения самоосознания и осознания духовного пути. Я читаю медитацию. Слово здесь написано. Ну да. Я просто закончил там. Ну а я объясняю. Ага. Да. Ну да, конечно. Я слышал про это смысловое значение, которое здесь. Тут действительно ее нужно знать наизусть и лучше чего бы то ни было. Чтобы вдумываться во эти смыслы и размышлять над ними. Значит, мы видим, что есть вечными духами, самостоятельными частинками Всевышнего Ра, что на початку початков отрамали души свои и в итоге меняем тела в вечном ходе перевтяния. То есть здесь идет понимание, что каждый осознавший себя, каждый осознавший себя искра знает, что он есть вечным, вечными духами. Ну, вечным духом или искрой Всевышнего, шедшей от Всевышнего. Ну, по крайней мере, эти знания есть на базовом уровне, а на поверхности они уже затерты. Значит, мы являемся самостоятельными частичками Всевышнего Ра. Всевышнего Ра. Всевышнего Ра. Всевышнего Ра. Что в начале-начал получили… По прямом… Получили… Получили… Ну, отрамали. Получили души свои. Души – это совокупность всех тонких тел, куда записывается именно развитие искры. От… От и до. Воистину. И, значит, эти тонкие тела остаются, а тела биологические меняются. В вечном уходе по их телами имеется в виду, что… В вечном круге перевозки. Пока существует Вселенная, тела не меняем тела, а в каких телах накапливаем знания, которые получали… Да. Мы видим, что Всевышний Ра – истоком всего существующего. Мы видим, что Он – любящим отцем и дядом нашим, родом всех родов, родителей и всеживителем, всенижним вседержителем и всевышним всеуправителем. Значит… Исток всего Истовича – это Всевышний, который создал материальный мир и спустил искры из духовного мира. Ну да, да, да. Исток всего Всевышнего. И… Он нам единственный, любящий, настоящий отец и дед наш. Тому как исток. Родом всех родов, родителем. То есть, если есть все, что относится к родам, к родителям, то Всевышний – именно первый исток, первый род всем родам и родителям. И всеживителем. А живителем как понимать? Ну, дай Бог. То есть, это забудь. Дай Бог. А живитель. Всеживитель. Да истин. А какие еще грани слова «всеживитель»? Да и эти хватит. Да, подадим все… Всенижним вседержителем. То есть, это проявление Всевышнего как прабога в яйце, во вселенском яйце, да? То есть, он управителем всенижним является. То есть, когда создавалось вселенское яйцо, Всевышний проявился как прабог. И поэтому считается… Ну, здесь иная эта отсылка идет, да? Нет. Всевышний не является. Да. Поддерживает, да? Он поддерживает, да? Он поддерживает, отривает и все. Всеми раздается. Всеми раздается. Всеми раздается. Всевышний, всего правительства. Да. То мы и будем славить Его, воспевавши Его святые имена, что суть невидименна от него. Сау-ра, сау-ра, ра-ра, сау-сау, сау-вишний, 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 сау-сау. Всевышний Ра одержит весь світ силой прави. Правь є священою основою, з якою тече мудрость, а також яв и нав. Мы же славимо правь, и от того будем мудрими и уславленими в яви. Значит, все держится законами прави. Это как основа для всех остальных проявлений. Ну да, правда – кратчайший путь к истине. Правь є священою основою з якою тече мудрость. То есть получается мудрость проистекает из прави. Ну да. А також явно. Ну да. Ну да.